Здравствуйте! Нам нужно разложить 35k в квадрате плюс 100k минус 15 на множители. И так как перед членом второй степени, в данном случае это k в квадрате, коэффициент, отличный от 1 и минус 1, то самый лучший способ разложения на множители – это способ группировки. Но перед тем, как приступить к выполнению этого задания, давайте посмотрим, есть ли у всех членов многочлена какой-то общий делитель. Возможно, получится сделать так, чтобы перед k в квадрате был коэффициент 1. Ну, а если нет, то, по крайней мере, этот коэффициент станет меньше. Обратите внимание, все члены, похоже, кратны 5. Фактически 5 – это наибольший общий делитель всех трех членов. Давайте вынесем 5 за скобки. 5 умножить… 35k в квадрате разделить на 5 равно 7k в квадрате. 100k разделить на 5 равно 20k. И минус 15 разделить на 5 равно минус 3. Вот мы и вынесли наибольший общий делитель за скобки. А коэффициент перед k в квадрате все равно не равен 1. Хм… Ну что ж, значит, способ группировки все еще остается самым лучшим способом разложить наш многочлен на множители. Но, тем не менее, коэффициенты стали меньше, и с ними нам будет намного проще работать. Нам будет проще найти те самые числа, произведение которых равно 7 умножить на минус 3, а сумма 20. Давайте выясним, какие это числа. Итак, произведение каких двух чисел равно 7 умножить на минус 3, то есть минус 21, а сумма а плюс b равна 20. И опять-таки, поскольку произведение имеет отрицательное значение, то это должны быть числа с разными знаками. И мне сразу в голову приходит пара чисел 21 и 1. Отрицательной будет 1, поскольку сумма равна плюс 20. Значит, мы берем числа 21 и минус 1. Если мы перемножим эти числа, то получим минус 21. 21 умножить на минус 1 равно минус 21. А если мы сложим их 21 плюс минус 1, то это будет равно 20. Следовательно, это пара чисел именно то, что нам нужно. Теперь давайте вместо 20к вот здесь запишем 21к минус 1к. Перепишем полностью выражение. Это будет 5 умножить на 7к в квадрате. 20к мы разбиваем на плюс 21к минус к. Минус к – это то же самое, что и минус 1к. Мы искали эти два числа, чтобы разбить средний член выражения на два члена. И в конце еще минус 3. Все это мы проделали для того, чтобы теперь разложить каждую группу в отдельности на множители. Это наша первая группа. Что мы можем вынести за скобки? Оба члена делятся на 7к. Следовательно, мы можем вынести за скобки 7к. Это будет 7к умножить… 7к в квадрате разделить на 7к равно к плюс… 21к разделить на 7к равно 3. Вот так выглядит первая группа. Переходим ко второй. Вот она. У обоих членов есть общий множитель. Это минус 1. Вынесем минус 1 за скобки. Это будет минус 1 умножить… минус к разделить на минус 1 равно к, а минус 3 разделить на минус 1 равно плюс 3. И, конечно же, все это еще умножается на 5. Игнорируя пока вот эту пятерку, посмотрите. Оба члена содержат в себе один и тот же множитель. Оба члена делятся на к плюс 3. Здесь и здесь. Давайте возьмем и вынесем этот множитель за скобки. Итак, игнорируя пока 5, выражение вот в этих скобках мы можем записать, как к плюс 3 умножить на 7к. Вот у нас 7к. Минус 1. Если вы сомневаетесь, что это и предыдущие выражения равны, то я предлагаю вам умножить к плюс 3 на 7к. В результате вы получите первую часть выражения, а потом умножить к плюс 3 на минус 1. Вы получите вторую часть выражения. И, конечно же, не забываем о пятерке, которую мы записываем вот здесь. Вторые скобки нам не нужны. Значит, это будет 5 умножить на к плюс 3 и умножить на 7к минус 1. Вот мы и разложили трехчлен на множители. На этом все. До скорых встреч! До встречи! До встречи! До встречи! До встречи! Специал лепесток. Продолжение следует...